Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я хочу остановиться на очень острой проблеме. Это проблема бесплодного брака. Вначале я хочу остановиться на определение, что такое бесплодный брак. Бесплодный брак – это тогда, когда в супружеской паре в течение одного года совместной жизни без применения методов контрацепции не наступает беременность. И хотела бы, наверное, для общей аудитории акцент сделать на времени, в течение одного года. Если буквально несколько лет назад мы ставили диагноз бесплодного брака, врачи-акушеры-гинекологи, в течение, значит, тогда, когда у супружеской пари в течение трех лет не наступала беременность, то сейчас у нас время ускоряется. Мы живем с вами уже в современное время. И вот сейчас, значит, в течение одного года. Вот это вы должны очень хорошо запомнить. Ну и хочу сказать, что, конечно, вот проблема бесплодного брака – это проблема всего мира, всей Российской Федерации и, конечно, у нас в Республике Саха-Якутия. Общий процент бесплодного брака в среднем, мировые данные, ну где-то это от 15 до 18 процентов. У нас в Республике Саха-Якутия этот процент составляет 16-17 процентов. То есть процент довольно высокий, бесплодных пар. Но если, например, если взять нашу численность, численность населения Российской Федерации, то примерно где-то у 6 миллионов женщин репродуктивного возраста по каким-то причинам не наступает беременность, и она не может стать мамой. Это очень, конечно, тяжелые цифры, большие цифры. И, наверное, это проблема не только сообщества врачей, акушер-гинекологов, а это общая человеческая проблема. Потому что мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о увеличении численности населения. Как у нас в Республике Саха-Якутия мы должны достигнуть 1 миллиона к концу этого года. Но вот надеемся, что это получится. В Российской Федерации у нас идет убыль населения. И вот если бы все эти 6 миллионов женщин родили бы хотя бы по одному ребенку, это был бы большой рост численности населения. Ну и хочется сказать, что в последнее время у нас, к сожалению, к сожалению, смертность в Российской Федерации превалирует над рождаемостью. Особенно это вот последние годы, годы пандемии, когда у нас свирепствовала инфекция, вирусная инфекция, коронавирус. Вот. Но сейчас мы надеемся, что это все как бы у нас утихло. И женщины поставят вопрос о рождении не только первого ребенка, но и второго и третьего ребенка. И хочу сказать, что сейчас в наше время, к сожалению, рождение первого ребенка, оно у нас находится только на третьем месте. На первом месте у нас рождение второго ребенка. То есть женщины более зрелого, репродуктивного возраста рожают второго ребенка. И насчет первого ребенка у нас население, молодое население, оно, к сожалению, по численности становится меньше. Это сказывается в снижении рождаемости, значит, в 90-е годы. И поэтому у нас, к сожалению, молодого населения, женского населения сейчас меньше, чем женщин зрелого репродуктивного возраста. Ну и благодаря, значит, государственным программам, благодаря программам Российской Федерации и нашей республике Сахая-Якутия по поддержанию материнства, у нас женщины рожают второго, третьего и даже четвертого и последующих детей. Это, конечно, очень хорошо. Ну и хотела бы, наверное, сказать еще, наверное, о том, что вот в бесплодном, значит, браке, значит, здесь у нас участвуют два человека. Это супруга и супруг. И, к сожалению, значит, у нас и женское, и мужское бесплодие, она у нас встречается довольно часто, как мужское, так и женское, где-то более 30% как женского бесплодия, так и мужского бесплодия. И в последние годы несколько стало увеличиваться мужское бесплодие. Ну, это говорит об экологии, это говорит о вредных факторах, это говорит о здоровом образе жизни, то есть об отсутствии здорового образа жизни. И это, конечно, сказывается на репродуктивных функциях мужского населения. И вот если в течение года семья планировала детей, но по каким-то факторам это не получилось, то совет врачей-акушер-гинекологов, конечно, обратится к врачу, к участковому врачу. Это в первую очередь обратится. После того, как вы пройдете минимальный клинический минимум по месту жительства, вас направят в специализированное отделение, которое у нас, значит, в нашей республике Саха-Якутия, это отделение вспомогательных репродуктивных технологий, которое располагается в Национальном центре медицины. Они уже работают более 22 лет, и практически всех женщин, все супружеские пары, которые беспокойны тем, что у них не получается с беременностью, они берут на диспансерный учет. И там обследование проходит более расширенное, более специализированное. И, значит, с 2012 года в отделении вспомогательных репродуктивных технологий внедрена процедура экстракорпорального оплодотворения. Ну и хотела бы, наверное, обрадовать всех вас тем, что сейчас экстракорпоральное оплодотворение у нас проводится и по системе ОМС, то есть бесплатно. То есть бесплатно по системе ОМС 200 пар в течение, значит, этих последних лет ежегодно у нас проходит процедуру экстракорпорального оплодотворения. И, конечно, это очень здорово. Они могут поехать и в центральные, федеральные, значит, институты и пройти там процедуру ЭКО. Это очень помогает. И ежегодно у нас рождается уже более 200 детей, которым помогли вот эти специализированные высокотехнологические методы лечения бесплодного брака. Но по женскому бесплодию хочется сказать, что на первом месте у нас, к сожалению, это воспалительный фактор. Воспалительный фактор, то есть это воспаление, это перенесенное в детском возрасте, в юношеском возрасте, в молодом репродуктивном возрасте, что сказывается на проходимости маточных труб. То есть они становятся непроходимы из-за воспалительного фактора. На втором месте это у нас неправильная работа яичников, то есть эндокринные факторы. И на третьем месте у нас это сочетанные факторы. Чаще всего это, конечно, эндометриоз, такое заболевание. Ну а мужской фактор бесплодия – это тогда, когда количество сперматозоидов не соответствует норме, и подвижность сперматозоидов низкая. Это все у нас проверяется. В этом отделении сдаются анализы, и можно, значит, в течение первого года пройти детальное специализированное обследование. И по показаниям может пойти на экстракорпоральное оплодотворение. В этом отделении, значит, проводится у нас проверка проходимости маточных труб, проводится, значит, исследование спермограммы. Помимо этого, значит, проводится операция ляпароскопическая операция, которая непосредственно, значит, с его глазом, вооруженным глазом осматриваются женские половые органы. И непосредственно, значит, ставится диагноз, по какой причине не возникает беременность. Ну и хотелось бы, наверное, еще сказать о том, что все-таки, значит, прежде чем планировать беременность, нужно, конечно, обследоваться детально не только у врача-акушерогинеколога. Нужно обследоваться еще и у других узких специалистов. Это по тем заболеваниям, которые имеются у супружеской пары. Это как у супруги, так и как, значит, у супруга. То есть, если есть какая-то хроническая патология, вот они, конечно, должны показаться узкому специалисту. И мы решаем вопрос о возможности выношивания беременности этой супружеской пары. То есть, нужно обязательно пройти прегравидарную подготовку. То есть, мы должны осознанно подойти к планированию семьи, чтобы беременность, полученная таким тяжелым, значит, методами, такими специализированными, высокотехнологическими методами, что эта беременность была, самое главное, здоровой. И чтобы в итоге мы родили здорового, желанного ребенка. Для того, чтобы эта беременность женским организмом могла быть выношена до срока беременности. Чтобы беременность была до сорока недель. Чтобы мы предотвратили как преждевременные роды, так и рождение больного ребенка. Для этого тоже у нас есть специальные, значит, приказы, по которым, значит, проводится обследование женщин. До наступления беременности мы должны ее по каким, значит, пунктам проверить эту женщину, какие анализы она должна сдать. И во время беременности тоже проводится узкоспециализированное обследование. То есть на предмет врожденной патологии, генетической патологии, проводятся скрининги. Три скрининга в течение беременности, при которых мы определяем, есть ли какие-то врожденные патологии со стороны плода и возможно ли, значит, коррекция этих пороков и рождения относительно здорового ребенка. Ну и хотела бы еще, наверное, сказать о том, что сейчас в последнее время даже у нас в республике Сахай-Якутия рождение первого ребенка откладывается. И, к сожалению, средний возраст у нас в республике Сахай-Якутия рождение первого ребенка достиг 27 лет. Это очень печально. А вот, ну, если вот говорить о предыдущих годах, то мы всегда говорили о том, что рождение первого ребенка должно быть у нас запланировано до 25 лет. То есть первую беременность мы должны запланировать в молодом возрасте до 25 лет. А все беременности, значит, запланированные беременности, сколько вы детей планируете, вы должны запланировать до 35 лет. А сейчас наша молодежь откладывает рождение детей после 30 лет. Ну и мы, как врачи-экушерогинекологи, хотим сказать о том, что у женщин определенный запас яйцеклеток, определенный запас аоцитов, который, к сожалению, значит, у нас уменьшается после 30 лет. И после 35 лет увеличивается процент хромосомных, значит, патологий, хромосомной патологии и генетических заболеваний у детей. Поэтому имейте это в виду и планируйте свою беременность, значит, в возрасте от 20 до 35 лет. И хочу сказать, наверное, о том, что вот те женщины, которые передвигают свой, значит, репродуктивный возраст и хотят родить после 40 лет, там наступает проблема, там наступает бесплодие, связанное с возрастом. Из 10 женщин после 40 лет на первом месяце планирования своей беременности беременеть только одна женщина. То есть здесь наступает уже уменьшение количества аоцитов, и женщина забеременеть уже, к сожалению, так быстро и легко, как в молодом возрасте она не сможет. Ну и, конечно, вынашивать беременность после 40 лет – это проблематично. То есть возраст все равно сказывается. И, возможно, значит, осложнение беременности, возможно, рождение недоношенного плода. Поэтому, конечно, я хотела бы, наверное, еще раз обратить ваше внимание, что мы должны рожать в зрелом, репродуктивном возрасте. Это от 18 лет до 35 лет. Пожалуйста, ну и как врачей-кушер-гинекологи я хочу пожелать вам от всех врачей-кушер-гинекологов как женского здоровья, так и женского счастья. Всего хорошего. Не откладывайте рождение детей на возраст после 35 лет. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok